На Благовещение, Преславное Владычество Нашей Богородицы. Опять радостное благовествование, опять извещение о свободе, опять отозвание назад, опять возвращение, опять голос веселья, опять освобождение от рабства. Ангел беседует с девою, так как и с женой беседовал зми. В месяц шестой, говорится, постом был ангел Гавриил от Бога к деве, обрученной мужу. В.К. 1.26 Гавриил был послан объявить всемирное спасение. Гавриил был послан, неся Адаму обещание возвращения из плена. Гавриил был послан к деве, чтобы изменить бесчестие женского пола в честь. Гавриил был послан, чтобы приготовить чистому жениху достойный чертов. Гавриил был послан, чтобы помолвить создание создателям. Гавриил был послан к одушевленному дворцу царя ангелов. Гавриил был послан к деве, обрученной Иосифу, но сберегаемой для сына. Был послан бестелесный раб к чистой деве. Был послан свободный от греха, не допускающий тление. Был послан светильник, чтобы указать на солнце правды. Было послана утро, бегущее впереди света дня. Был послан Гавриил, показывающий того, что находится в недрах отца и в объятиях матери. Был послан Гавриил, показывающий на того, что находится на троне и в вертепе. Был послан воин, вопиющий о таинстве царя. Таинстве, познаваемой верою, неисследуемом излишним любопытством. В таинстве поклоняемом, невзвешиваемом, как бы на весах, в таинстве исповедуемом, неизмеряемом. В месяц шестой постного был Гавриил к деве. О каком шестом месяце, говорится? О каком? С какого Елисавета приняла благовествование? С какого зашила и она? Откуда это ясно? Пусть объяснит сам архангел, говорящий деве. Вот, говорит Елисавета, родница твоя, и она зашила сына, и уже шестой месяц, и она называлась неплодная. В месяц шесты. В шестой месяц зачатия Иоанна надлежало, чтобы прежде пришел воин, надлежало, чтобы прежде явился телохранитель, надлежало, чтобы сначала проложил путь возвеститель Господней пришествия. В месяц шестой был послан ангел к деве, обрученной мужу, не вступавший в брак, хотя обрученной, но сохраняемой. Почему обрученной? Чтобы разбойник тот не узнал в скорости о таинстве. Что царь придет с помощью девы, лукавый знал, потому что и он сам слышал слова Исаия, все девы в очреве примет. Естественно, старожил все в отдельности, что было предсказано о деве, чтобы где заметить, что исполняет это таинство, приготовить хулу. Поэтому Господь пришел через посредство обрученной, уже принявшей на себя обязательства. В месяц шестой послан был ангел Гавриил к деве, обрученной мужу имени Ему Иосиф. Послушай, что говорит пророк об этом муже и деве. Дается книга, запечатанная человеку, знающему Писание, Исаия 29.11. Что это за книга запечатленная, если, конечно, не чистая дева? От кого она дается? Ясно, что от священников. Кому она будет дана? Плотнику Иосифу. Этот Иосиф, прежде живший в честном браке и родивший сыновей, потерял жену, и остальное время жил целомудрие, воспитывая детей в учении и наставлении Господнем. Ведь известно, что апостол Павел, придя для проповеди, найдя одного из его сыновей, пишет, говоря, «А другого из апостолов не знаю, только Якова, брата Господни, не как рожденного от Девы Марии, но от Иосифа». Итак, как священники сочетали Марию с целомудренным Иосифом и предложили ее ему, выжидая удобного для брака времени, то он, принявший должность, был сохранить Деву в неповрежденности. Это пророк предсказал много ранее. «Да она, — говорит она, — книга запечатана человеку, знающему Писание, то есть сосчитавшемуся браком, и он скажет, «Не могу прочитать». «Почему не можешь, Иосиф?» «Не могу, — говорит, — прочитать, потому что книга запечатана». «Для кого она сохраняется?» «Она сберегается в жилище для Творца всех». Но возвратимся к предмету. В месяц шестый пост он был Гавриил к Деве, конечно, получив таковые приказания. «Слушай, — говорит ангел, — будь слугой страшного таинства, послужи сокровенному чуду. Мои сострадательные чувства понуждают меня снизойти к разысканию заблудшего Адама. Грех сделал детским сотворенного по моему образу и испортил творение моих рук. Помрачил красоту, которую я создал. Волк владеет моим скотом. Райское жилище опустело, древо жизни охраняется пламенным мечом и заперто место наслаждения. «Я оказываю сострадание тому, кто подвергся нападению и желаю поймать врага. Я хочу, чтобы это было скрыто от всех находящихся на небе сил. Тебе одному только подоверяю тайно. Иди к Деве Марии, отправься к одушевленным вратам, о которых говорит пророк. Преславный говорится о тебе город Божий. Отправься к моему раю, одаренному разумом. Отправься к восточному городу. Отправься к жилищу, достойному моего слова. Отправься ко второму небу на земле. Отправься к легкому облаку. Объяви ему о дожде моего явления. Отправься к приготовленному для меня святилищу. Отправься к чертову моего вочеловечения. Отправься к чистой брачной комнате моего плотского рождения. «Скажи в уши разумного ковчега, уготовай мне преддверие слуха, но не приведи в смятение, не расстрой души девы, со скромностью предстань ко святилищу, прежде всего воскликни к ней голосом радости, скажи Марии, радуйся, благодатная, чтобы я оказался в страдании к страждущей деве». Ангел услышал это и, как естественно, размышлял сам с тобой, необыкновенное дело, превосходящее мысли слова, страшно для хирургимов, на которого не могут зветь Серафимы, непостижимый для всех ангельских сил. О каком возвещает обстоятельстве? Объявляет деве о присутствии в ней своего лица, лучше же сказать, обещает ей о входе через посредство слуха. И осудивший Еву спешит столь много прославить ее дочь и говорит «Приготовь мне входы слуха». И может ли чрево вместить невместимого? Поистине страшное таинство. Когда ангел размышлял об этом, Господь говорит ему, что смущаешься и изумляешься. Говорил, не был ли ты недавно послан мною к священнику Захарии? Не дал ли ты ему добрых известий относительно рождения Иоанна? Не наложил ли ты на неверовавшего Иерея наказанием, молчанием? Не осудил ли ты старта на лишение голоса? Не ты ли провозвестил, не я ли утвердил? Не последовало ли дело за твоим благовествованием? Не зачела ли неплодное? Не оказала ли повиновения утроба? Не отступила ли болезнь бесплодия? Не убежала ли бездействие естества? Не есть ли теперь приносящие плоды та, которая доселе не приносила плодов? Разве изнеможет у меня Творца всякий глагол? Итак, почему ты охвачен сомнением? Что же опять ангел? Господи, исцелить недостатки естества, прекратить бурю страданий, призвать мертвенность членов в животворящей силе, повелеть естеству проявить силу деторождения, уничтожить неплодство членов, уже устаревших, видоизменить состарившийся стебель в состоянии зеленейшего, внезапно показать бесплодную ниву матерью Колосев? Все это дело твоего могущества, обычно совершаемое и свидетельствует Сара, после нее Ревека, и опять Анна, подчиненная рабству тягостной болезни неплодия, а потом принявшая от себя свободу. А чтобы родила Дева, не вступившая в отношение с мужем, это высший законов естества. Но и Твое пришествие Ты возвещаешь девице. Пределы неба и земли не вмещают Тебя, и каким образом вместить Тебя девическая утроба? И Господь говорит, каким образом вместила меня палатка Авраамова? Ангел говорит, потому что он владел полнотой гостеприимства. Потом подумай, Господи, там Ты явился патриарху в расположенной подле дороги палатке, и Ты, все наполняющее, прошел мимо. Каким образом вытерпит огонь божества Мария? Престол Твой пламенеет озаряемой сиянием, и неужели Дева может без ужаса носить Тебя? Да, конечно, если бы огонь в пустыне причинил вред купине, то, несомненно, повредило бы и Марии мое присутствие. Если же тот огонь, изображавший явление с неба божественного огня, только оросил купину, а не сжег, то что ты мог бы сказать об истине, нисходящей не в пламенном огне, но в виде дождя? Тогда, наконец, ангел исполнил повеленное ему, и, прийдя к Деве, и воскликнул на ней, говоря, радуйся, благодатная, Господь с тобою! Уже дьявол не против тебя, потому что, где прежде враг нанес рану, там врач налагает пластырь. Откуда смерть получила начало нападения, оттуда жизнь соорудила вход жизни. Через жену разливается зло, через жену текут блага. Радуйся, благодатная, не стыдись, как виновница осуждения, потому что ты делаешься матерью того, кто осудил. Радуйся, благодатная, радуйся, непорочная, рождающая жениха, пребывавшему во вдовстве миру. Радуйся, благодатная, потопившая в утробе матерней смерть. Радуйся, одушевленный Божий храм. Радуйся, жилище, равное по своей цене небу и земле. Радуйся, пространное вместилище невместимого естества. При таком положении врач приступает к немощным. Сидящим во тьме является солнцеправда, буреваемым якорь и безопасная от морских волн гавань. Рабам, непримиримо ненавидимым, родился посол и союз мира. Пленников посетил избавитель, подверженных нападению неприятелей, крепкий покров неизреченной радости и любви. Тот есть мир наш. Как говорит Божественный Апостол, мир, которым, ой, если бы нам не пристанно наслаждаться по благодати самого Христа и Бога нашего, которому слава во веки веков. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok